Приветствую всех на своем канале, с вами я, Наталья. Сегодня встречаю вас с вот такими растюшками, которые я заказала на Вайлберрис. Сейчас, конечно, очень многие стали там заказывать, по причине того, что во многих городах просто очень мало посадочного материала. Вот у нас, например, пока практически его невозможно нигде купить, а хочется. Ну и, в общем-то, на Вайлберрис, я бы так сказала, довольно демократичные цены. Скидки бывают, и если по скидкам, то вообще все очень даже дешево. В общем-то, что же я заказала? Конечно, выбор, даже ассортимент, наверное, так правильнее скажу, там огромный. То есть есть и розы, и пионы, и клематисы, и различные многолетники. Ну, я просто называю то, что, в принципе, пользуются спросом, я так думаю. Если запросить то, что вам интересно, наверняка найдется, потому что там представляют свой посадочный материал многие агрофирмы. Ну, есть такие интернет-магазины неизвестные. Вот пару из них я купила в таких магазинах. То есть я не знаю, где они берут этот посадочный материал. Один мне не понравился. То есть я там клематис заказала именно через этот магазин. Мне не понравился саженец. Он неважный. Он такой и был. Но я его все равно взяла в надежде, что он оклемается. Это был клематис. Потому что клематисы, они все-таки сильные растения. И бывает даже, что вот посадишь его, и его нет, нет, нет. То есть он не дает. Потом он восстает, так сказать. Даже вот может через три года, через четыре показаться из земли и показать всю свою красоту. То есть это, в общем-то, растение сильное само по себе. Ну, в общем-то, я взяла, решила не отказываться. Но пока он меня не радует. То он пришел первый, а все остальное вам еще пришло день за днем, ну, почти что вместе. В основном у меня тут крымский. Вот это нет. Матис, его просто не видно. Ирисы. И плодовое растение. Это крымский питомник. В общем, земляника. Земклуника, вернее. Я заказала купчиху. Давно мне хотелось, у меня нет. Красивая она, урожайно интересная. И вот я решила заказать. Сначала вот 10 саженцев нашла, конечно, подороже. Потом увидела 5 и решила все-таки на 5 остановиться. Вот так она выглядит. Ну, в общем-то, неплохой посадочный материал. Упаковано все было вот в картонной коробке. Это вот я просто объединила. Вот каждый рец вот в такой коробочке отдельно был. Я просто уже объединила. Распаковывать при вас, да, вот этими коробками. Мне кажется, ни по чему. Вот тоже саженец стоит в коробке. Клематис и все в коробках. И вот она в коробке стояла дополнительно. Вот горшок, коробка картонная. Все. То есть упакованы в основном так. Мне кажется, и пионы также. Все в коробках. То есть здесь вот крепко все скотчем перемотано. Горшочек в пакет вставлен. Все в скотче. Подписано, что это клубника-купчиха. Упаковка 5 штук. Ну и вот так она выглядит. Хорошие сердечки. Вот это есть, конечно, листики не очень такие. Но их можно будет оборвать, что я и сделаю. Ну а в целом пока оставлю ее вот в таком виде и поставлю в прохладное место. Потому что пока пусть 5 вместе, они посидят туда-сюда. Надо подождать теплой погоды, чтобы ее не перекидывать с места на место. Ну, чуть-чуть постоит, посмотрю. Если уже без заморозков ночью будет сохраняться погода, я постараюсь каждой отдельно рассадить. И может быть в теплице пока поставить. В отдельном горшочке. В идеале, конечно, можно поменьше взять. Это вот великоват. Ну, в общем, посмотрим. Клубника. Вот это саженцы ирисов. Ирисы я потом покажу. Какие сорта я взяла. Расскажу о них немножко. Ирисы я очень люблю. Но у меня так получилось, что у меня, в общем-то, сорта все старинные. То есть таких вот каких-то новых, интересных, сильно гофрированных нет. А мне хочется. Я ирисы очень люблю. Это я бы назвала мой цветок. Цветут они в июне, когда у меня день рождения. Я их обожаю, может быть, поэтому. Но я их как-то люблю. Ну, не знаю, с подросткового возраста точно. Причем разные. И луковичные, и вот такие малюсенькие корневищные. И сибирские мелкие, да. И японские. И вот бородатые, германные. Всякие. Ну, нравится мне этот цветок. Вот такие три корешка. Ну, корневища, да, правильно сказать. А вот они были в коробке. И плотно, это я уже растребушила, плотно пленки, закручены плотненько. И вот там корневища. Все плотное, хорошее. Ну, листочки, естественно, были прижаты. Поэтому они вот такие вот. Сейчас я их освобожу. А так, в общем-то, корневища все хорошие. Хорошие корневища. Ну, любые. Вот это вообще сильное, мощное. Этот я, вот, видите, замотанное. Это я не стала еще рябушить. Потому что он был именно вот так и, ну, как сказать, замотан. Намотан. То есть верхушка открыта. А эти были, видимо, у них листики проснулись в пути, я так понимаю. И уже сложились так, как росли. То есть я два открыла. А этот вот так и был. То есть он уже видно был. То есть молодых тут прям таких я не вижу. Это вот обрезанное, но мощное. Это я потом буду распаковывать. И потом вам покажу и расскажу, какие именно сорта я купила. Ну, для меня я взяла красивые сорта. Потому что очень всего много. Я выбрала много чего. Но в итоге остановилась на этих. Эти мне захотелось больше. Но еще это на другой фирме, уже не через Вайлбери, заказала тоже парочку ирисов. Ну, вот именно тех, которые мне хотелось. Клематис. Ну, вот второй я не принесла. Который... Ну, сейчас я его принесу. И я вставлю сюда, как он выглядел, как он приехал. Вот он приехал, не в коробке. И мне кажется, что он подмерз. То есть у него были росточки. И они подмерзли, естественно, в пути. Потому что коробка, она все-таки оберегает. Хотя и плюсовая погода. Но, возможно, где-то будет остановка и минус. И никто не застрахован. И вот, в общем, так. Тот мне не нравится. Но он очень красивый. Я его хотела. И я надеюсь, что он меня порадует. Потому что, я повторюсь, все-таки это сильные, мощные растения. И я на него надеюсь. Это второй клематис. Рубучий сорт. Я тоже вставлю картинку, как он должен выглядеть. Но вот этот саженец сильный, хороший. Он пришел. Это я уже вставила. Я его поливаю таким образом. Потом вытаскиваю. Вот в таком горшке. Хорошо, плотно запакован. То есть коробка была сделана именно так, чтобы горшок туда-сюда не болтыхался. То есть специальная коробочка для вот таких горшочков. То есть она была высокая. С учетом того, что растения посылают же весь этот период и летом. Все, что оно может быть повыше. Может подрасти за время пути. И не везде же быстро приходит. Вот как у нас, например, в средний класс России. Да, там близко от Москвы. И смотря откуда едет, приходит быстрее, чем, например, закажет где-то в дальнюю точку Сибири. То есть там дней побольше будет. То есть расчет на это. Ну, в общем, хорошее. Все прекрасно. Так. И вот эта самая красота, которая... Ой, вывалилась. Я открыла уже коробку. Вот такая она огромная. И вот такой у меня саженец. Вот так он был в коробке. Я еще его только забрала. Не распаковывала. Вот так он. Ну, корневая система запакована. Уже суховато. Может быть и была суховато. И вот такой вот он есть. Здесь отломано, конечно. Ну, прямо отломано, мне кажется. Не то, что срезано. Вот. Но... Хороший он такой. Хороший, живой. И это белый персик. Я его увидела. Я про него прочитала. Ну, вообще не именно здесь заказывала, а вообще, что такое существует. Где, в каком питомнике это выращивается. То есть вся эта информация есть. Сорт я напишу, назову. Но в итоге, конечно, надо будет смотреть. Хотя по отзывам людей соответствие есть. То есть у людей уже он... Ну, кто пораньше заказывал, почечки пошли в рост. У кого-то листики выпустил. И прошлогодний есть комментарий. Ну, это прошлогодний, что он зацвел. У кого-то даже и плодоносит тут же. То есть это карликовый белый персик. Ну, я также вставлю в картиночку, как он выглядит. Потому что, возможно, кому-то будет интересный. Саженец хороший. Потому что отзывы тоже разные. Кому-то приходят совершенно плохие саженцы. Но я считаю, вот это сильный, хороший саженец. Мне нравится. Так, ну ладно, вставлять я его уже не буду. Это я вставляла просто. И здесь, наверное, у меня стоять не будет. Хотя будет. Вот так уже поставлю все. Что я буду со всем этим делать? Это, конечно, я высажу в высокий горшок. Ну, сейчас пойду искать транспортировочные горшки. У меня есть именно по размеру. Это высокий. Ирисом найду пошире горшочки. Тоже транспортировочные. Хотела в один посадить. Потом решила, посажу все отдельно. То есть каждый сорт отдельно. И сейчас вот эти ночи морозные пройдут. И я выставлю это все. И персик, и ирисы, и клубнику в теплицу. Ну, вот с клематисами пока, наверное, подожду. Потому что вот у этого уже пошли, сейчас я поближе сниму, росточки. И, конечно, уже вот этим росточкам опасен, если вдруг, ну, даже плюс 3 градуса, я думаю, не очень. Потому что клематисы просыпаются попозже у нас. Клубника, она нормально все это воспримет. Вот этот репет для нее хорошо. Она сейчас именно пойдет в рост. Ирисы вообще любят вот такую именно погоду. Март-апрель. Потому что май уже для них поздновато. Высадку они хуже переносят, чем вот апрельскую. Поэтому плюс 5. А у нас сейчас именно такая погода. Вот сейчас, говорю, вот эти дни только пройдут. И там уже плюсовая. Я открывала на месяц. Там уже, в принципе, ноль ночью. Минусов уже нет. Ну, понятно, что может изменить. Но, тем не менее. В общем, вот такой. Ну, сейчас покажу тот клематис. Но совершенно. Я его высадила в стаканчик. Пластиковый, прозрачный, чтобы видеть корешки. Ну, сейчас покажу, чтобы уже была полная картина. Вот это все, в общем-то, что я заказала. Я довольна. Саженцы хорошие. Скажу, как называются сорта. Это, конечно, я думаю, интересно. Ну, а соответствие, конечно, всего абсолютно. Тоже вот клубники. Тоже того же клематиса. Выглядят они хорошо. Но именно вот соответствие. Персик, конечно, я так понимаю, плодов еще не даст мне в этом году. Поэтому надо ждать следующего года. Ирисы тоже. Ну, вообще, вот этот, наверное, мог бы зацвести. Ну, в общем, остается ждать цветоводам, огородникам, любителям. Я довольна. Потом уже будем смотреть. Сейчас покажу, как выглядит тот клематис. И вот видите, высадила я в стаканчик. Здесь отверстие проделала прозрачное, потому что хочу именно за корешками следить. Поливаю его немного. Стоит он у меня на окне. Там прохладно. Вот даже такой прохладненький стаканчик. Ну, вот он совершенно вот просто. У него были вот растюшки. Но, к сожалению, он очень не нужен. Он красавчик. Я надеюсь, что он в моих теплых руках отогреется и оживет. Вот так выглядела первая присылка, так ее назову. Это был у меня клематис Аленушка Корень. Видите, вот так он выглядит. Я вот прям только его забрала. И сейчас здесь видео буду открывать. Посмотрим. Ну, уже понятно, что он без горшка. Это просто будет корень. И, скорее всего, там росточков даже нет. Но, тем не менее, посмотрим, как он выглядит. Главное не прорезать. Ну, вот видите. То есть даже не завернут абсолютно ничего. Сейчас развяжу. Там, конечно, земля есть. Но... земля отдельно, корень отдельно. Ну, вот такой корень. Ну, корни, конечно, живенькие. Я посажу, и тогда уже будем смотреть, что из этого пойдет. Ну, корень, конечно, мог бы быть и помощнее, так скажем. Вот так это выглядит. Ну, вот так я посадила клематис. Оставлю на стеллаже, на свету, потому что хочется, конечно, посмотреть. Конечно, клематисы растения живучие. Буду ждать, проверять и смотреть, как он будет себя вести. Сейчас полью и оставлю на свету. Конечно, я не буду уже убирать ни в холодильник, никуда, потому что середина марта. И надо дать возможность ему прорасти, хотя бы понять. Но в любом случае я его буду высаживать при любом раскладе. А вот такой посадочный материал. Ну, вот так выглядят ирисы. Ну, обычные такие вот корешки. Ну, хорошие. Прямо такие мощненькие. Там вот, видите, молоденькие прям вот росточки идут. Ирисы – хороший посадочный материал. Вот этот клематис, видите, у него даже субстрат такой хороший. И вот у него тоже уже росточки. Вот так выглядит клематис, видите, который я пересадила. Корни у него хорошие. Но я на него надеюсь. Вот это хороший, который, видите, он выглядит замечательно. Даже такой субстрат у них прям хороший. Кора добавлена, очень хороший. И вот, видите, растюшки. Вот они пошли. И вот еще одна. И там внизу еще. Вот она, видите, почечка. То есть это саженец хороший. Вот так выглядит клубничка. Ну, я считаю, тоже для этого времени она замечательно выглядит. Прекрасные. Костики. Конечно, они небольшие. Пять штук здесь. Все вместе. Но, тем не менее, вот замечательно они выглядят. И вот, когда разъединять буду, посмотрю, сколько там на самом деле штучек. Вот их потом разъединю, чуть позже. Но выглядит она замечательно. Ну, и вот. Ну, в общем, вот такие растюшки. Ну, конечно, в пути саженцам не сладко. Это, конечно, не то, что мы пришли. В питомнике они стоят, да, вольно на открытом воздухе. Здесь все-таки упаковка. В дороге они сколько-то дней едут. Конечно, для них это своеобразный такой стресс. Но, тем не менее, сейчас вот они уже расправятся, будут себя хорошо чувствовать. Я вот их высажу в хорошую землю. И посадочный материал, я считаю, в принципе, хороший. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так я высадила свои растюшки. Два ириса посадила вместе в широкий горшок. Но отдельно соблюдаю между ними расстояние, чтобы понять, что они разные. И один в отдельном горшочке. Ну, вот так выглядит клубника. Я, конечно, ее распаковала, убрала скотч, пакет. Но пока оставлю в этом горшочке. И высаживать буду уже после. Выглядит она хорошо. Вот видите, там даже новые листики сердечка, да, так сказать. Очень даже прекрасно выглядит, на мой взгляд. Землю для посадки я выбрала покупную, питательную, с биогумусом и с разрыхлителем. Вот так выглядит персик, который я тоже посадила. Высокий горшок, как и говорила. И он себя прекрасно будет чувствовать какое-то время. Все это я сейчас поставлю в прохладное местечко. Таковое у нас в доме имеется. А впоследствии, когда минусовые температуры уйдут, я все это вынесу в теплицу. Ну, а всем хорошего настроения. Пока-пока и до новых встреч.